Вот-вот, молодец. Я там с Настей немножко. Смотри, я не мальчусь. Дочери, вы же лимоны с сахаром посыпьте. Нет. Да, да. Съешь лимон и помарсится. Ты что, холодильник? Слушай, лимон без сахара, я должен был лимон с поколением писать. Папа, у нас холодильник течет, что ли? Не знаю, нет. Сахар, дайте быстро сахаром. Настенька, вытри там тряпочкой. Быстро сахар, без сахара никак. Спасибо, люблю. Томочка, на, попробуй. Молодец. Так, ложечку. Это, скорее всего, я, когда замораживала, неплотно закрыла. А нужно ложечкой? Ложечкой? Молодец. Доченьки, вы сядьте, хорошенька. Ой-ой-ой, еще засыпьте. Посмотрите Тому за сносочек. Сегодня смотрела Ольга уютный уголок. И вот она говорит, когда у меня были дети, у меня был идеальный порядок. Подождите. Почему у меня не идеальный порядок? А еще можно сказать так. Наша мама громко плачет, потому что все свинячит. Тише, мамочка, не плачь, у нас такой же в доме беспорядок. Какое слово это надо? Ну да. Тебе надо взять? А что ей жопку дали? Да. Это мама такая. Я думаю, она не будет есть. Я костюшку. А шкурку-то, наверное, можно не есть. Только, Настена, этот нож очень очень острый. Мне, наоборот, очень нравится. Я в больницу поехала, не взяла с собой нож. Так неудобно было. Я потом в фикс-прайсе купила этот нож. Сейчас знаешь, где Вачинский фикс-прайс? Прямо за кинотеатром. Так удобно. В центре? Да, 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 я заходила. Он такой большой. Удобный. А, Алина, иди сюда. Мы с папой уже разговаривали. Иди сюда, как раз сидите тут. Садись, Алиночка, сюда. Вот в основном касается тебя. В прошлый раз. В общем, сегодня мне пришло письмо. Вот Настя сейчас отвечала на одно письмо. Нам сотрудничество предложили. А еще нам. Помните, я всем говорила, что блогерам предлагают поучаствовать в обмене жен? Помните, говорю? Я не согласна. Ну, дочи. Я согласна. Мне без разницы. Я ту еду. Да вообще с папой надо делать. Нет, я с папой ему утром еще, когда я прочитала, я ему сказала. Я говорю, пап, давай участвовать. То есть ему другую жену пришлю? Да. Он сказал, да мне без разницы, пусть дети решают. В основном Алина. Интересно. А что такого? Если бы я дома была, я бы согласилась. Как-то интересно. Конечно, она деловая. Она уедет, пускай Алина отдувается. На сколько это? Восемь дней. А что раньше, пока я дома была, можно было выбрать? Ну, а я что могу сделать? Сейчас только предложили. Всем блогерам предлагали, они все поотказались. Все. Да, мы хотим. А это на определенное время, когда ты, или можешь за ним выбрать, когда? Да нет, наверное. А когда у них съемки, как ты выберешь? Алиш, ты прям согласна? Я согласна, я согласна. А вы понимаете, что я говорю, что вам другую маму пришлю, другую тетеньку, которая будет с вами неделю жить, вам готовить кушать, водить вас в садик. Нет, я не согласна. Я согласна. И я. Потому что мама не хорошая будет. А наша мама не хорошая? Хорошая. Мама. А они без меня не смогут. Через восемь дней приедет. Они без меня не смогут. Почему? Потому что вдруг какая-нибудь женщина подъедет, прям с характером. Естественно. Они же смотрят, они меняют, не, 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 как сказать-то, не шила на мыло. Они поменяют на такую, что мама не горюй. Ну вот, если бы я была дома, тогда бы да, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы. Мама, через восемь дней приедете. А папка согласился. Я тоже согласилась. А папка, вдруг во двое пришлю. Через восемь дней приедете. Нет, ну, я помню, что Алина была вообще сильно против. Сказала, нет, аж чуть не заплакала, я не согласна. А сейчас согласна уже? Я согласна за это. Алин, решение за тобой. Вот за тобой. Я бы поехала. Ну, у меня, скорее всего, у меня на город. Да. И я буду в ванне купаться. А приедем, да, мама вот с такими ногтями, вот с такими ресницами. И будет отходить. Это че вообще? Вот так вот. Она хотя бы научит тебя краситься, красиво одеваться. Я тебе чему могу? Не дадите ей ничего. А там же, по-моему, это типа как это. Там же тоже бюджет они сами выделяют. Вот есть наша такая программа, когда меняют. И выделяется определенный бюджет. Ну, вот этим женщинам, которые меняются и ставят. Типа ей дается какой-то бюджет, чтобы она тут жила. И тебе дается какой-то бюджет. А она вас хорошо слушает, а? Не тебе же с ней жить, да? Алиш. Ну, давай. Ты че? Мы же под какой розыгрыш? Мы же об этом, я уже говорила об этом, что всем предлагают. Все. Многим, но все поотказались. Мне тоже. Это так же вот, как на обзор. Всем предлагают, в конце концов и нам предложили. И сейчас нам предложат. Даже есть передача такая. Там жены меняются и неделю там проводят. А потом жена приезжает. А потом жена приезжает. Ну, мне че отвечать-то? Она думает, что ты ее на вшивость подняешь. Нет. Роже, говоришь, я что-нибудь другое придумаю. Да, конечно. Подарку доживут себе блогеры. Ничему не заверишься. Ну, че мне отвечать? За старшую сейчас ты. Настя будет в Красноярске. Алия, ну так че? Нет? Не согласна? Я согласна. Я бы хоть спросила, сколько за это платят. Мама, хочу. Сколько за это платят? 40 тысяч всего. Нифига себе, ты дурочка. Ну, не соглашайся. За неделю зарабатывают 40 тысяч. Ты же знаешь, какие деньги. Я согласна. Я согласна. Таким ветерам кто-то согласен? Все, кроме Алины, единогласны. Мам, прям сейчас нужно собираться. Так Алина уже за старшую остается. Она во всем будет помогать. Мама, когда вы уедете? Все дети на нее лягут. Шестеро пройдет, еще воду. Такое же самое, как будто мама уехала в больницу. Мама, а когда вы уедете завтра? Не знаю, как только я напишу согласие, значит, сразу поеду. Мам, завтра поедет. Алина согласилась? Согласилась? Да, ну, так, ну, как ты, как Алина, ну, серьезно, интересно же. Я хочу, я хочу! Мама, ну, мы можем посмотреть, как другие жены, да? Как, что? Ну, можешь пойти посмотреть на Ю, обмен с женами, программу. Как там, что происходит? Я по телевизору показываю. Не могу, укуси! Я знаю, там... Пополам ей разрежьте. Алина, все, это... Согласись. Да или нет? Не знаю. Нет? Ну, все, капец, представляешь? Да, да! Тогда Димка будет за нами нянька. Димка будет. Димка должен, чтобы идти туда не будет. Дима, ты... Да, пришлют какую-нибудь 18-летнюю жену, блин. Нет, так не бывает. Меняют баш на баш, примерно одинакового возраста. Нам 18-летнюю всяко-разно не пришлют. Ну, догнаете. Такую же, как я, ну, прям с характером такую. Мама, Димка догласился. Потому что, ты же видишь, что я мягкая, и дети у меня избалованные. Видишь, что делать? О, о, о! Димка, Димка согласился. У нас с Димой теперь речи. Димка, Димка согласился нянечкой. Нянечкой. Я согласна. Все, короче, обсудим. Ура! Ура! Это был розыгрыш! Это был розыгрыш! А ты поверила! А я поверила тоже! Нет, Алина, ты поверила, поверила. Алина, скажи, она поверила. Даже ты поверила. Потому что уже переубедена, даже я поверила. Я тоже поверила. Алина, поверила, сказала, я никогда не поверю, когда ты будешь меня разыгрывать. Я не поверила. Да поверила. Я наш, что розыгрыш, это для того, чтобы отвязались. Ну, Рыша, блин, ты поверила. А, ну я не буду больше в удачу. Рыша, блин, ты поверила, все поверили. А что бы на нас-то? Ой, я не могу. Да кто нам предложит, да кто согласится на шесть детей? Нету таких дурочек. Ну, это было бы... А видишь, что делается? Ты бы сказал, что это правда! Нет, это не правда, доченька. Радуйтесь, что они к Пустиру Ломи пришли. А то построила бы у вас тут. Ну, ладно. Присали бы такую вот Настя. Ладно, это был розыгрыш, и дети поверили. Аж Саша, ой, Женечка аж заплакала. Ну, ладно, давайте скажем всем до свидания. Пока-пока. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»